Шквалистый ветер, налетевший 19 ноября на Алтайский край и другие регионы Сибири, не прошел бесследно. Вырывал деревья, снес крыши, оборвал провода. Бывает, что дерево упало в первых паралетах от подстанции, соответственно, вся линия от этой подстанции остается без напряжения. Восстанавливать такие порывы достаточно сложно, поскольку это такая масштабная объемная работа, выправка опор, нужно нарастить провод, снова вытянуть, перетянуть и так далее. То есть, каждое такое повреждение работа бригады занимает по несколько часов. Все бригады подготовлены, укомплектованы материалами, у всех есть бензопилы. В Бийске аварийное отключение электричества коснулись 6 тысяч потребителей. Из-за большого количества входящих звонков дозвониться до компании смогли не все. Вот это энергия Бийске у нас. На 19 число поступило более тысячи звонков, сообщений от потребителей. Основные заявки от абонентов с учетом штормового прогноза на 19 число – это, конечно же, падение деревьев, обрывы линии электропередач. Своевременно происходит устранение, локализация. К вечеру 21 ноября на линиях было зафиксировано 218 обрывов проводов. Специалисты «Алтайкраэнерго» в авральном режиме ликвидировали повреждения, работали круглосуточно. «Восстановили линию в пролете опорных. Сейчас поедем на ТП-31 вводить Сидор в работу». Больше всего аварий в частном секторе, Заречье, поселок Сорокино, Новый. Так жители улицы Пригородная остались без электричества, потому что на проводах повисла ель. Для скорейшего восстановления электроснабжения были задействованы оперативно-выездные бригады из соседних районов. В Бийске работали 23 бригады. «Мы из Белокурьевских МЭС, со Смоленского участка. Ну, приехали, так как давно прошел ураган. Помогаем коллегам восстанавливать линии. Ну, здесь потому что, во-первых, совместный подвес идет, два фидера отдельно, кроме еще этого СИП висит отдельно. Ну, деревья то, что тут все провода сейчас все в кучу, здесь по одному проводу. Ну, деревья еще не убраны, все это, поэтому все приходится доставать». В Алтай-Крайэнерго уточнили. Именно на территориях филиалов Бийский МЭС и Новоалтайский МЭС была самая сложная обстановка. Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 21 ноября. Если вы увидели угрожающие электросетям деревья или стали свидетелем аварийной ситуации на энергообъектах, сообщите об этом Алтай-Крайэнерго. Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. День с толком.